31 января Молдова завершила ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним насилием в Стамбульской конвенции. Она начала свое действие 1 мая 2022 года. Что знают жители Гагаузии о ратификации этого документа и что об этом думают представители власти автономии? Я до конца не знаю, что это такое. Я не считал ее. Если это действительно в реалии, как оно должно защищаться, то, конечно, приветствую. Я не совсем знакома с этой конвенцией, но судя по названию, не знаю. Мне кажется, приняли для галочки того, чтобы продолжить работу в направлении Европейского Союза. Я не знаю. Нет, я не слышал. Я работаю ни в какой, ни директор, ни простой человек. И за это не знаю, чтобы вам объяснить честно. Судя по ответам респондентов, большинство жителей Гагаузии ничего не знают о Стамбульской конвенции, так как в автономии, в средствах массовой информации об этом очень мало говорят. Общественный деятель автономии в комментарии нашим журналистам отметил, что особо не вникал в содержание данного документа, но если он принят в пользу общественности и если эту конвенцию поддерживают большинство стран, значит данный документ просто необходим для общественности. Я хочу сказать, что очень не вникал в этот документ. Единственное, могу сказать, что так это поверхностно возможно. Я знаю, что данная конвенция была принята в 2014 году. Ну, конечно, само название Стамбульской говорит, что это было сделано в городе Стамбул. Около 40 стран где-то было подписали. А сейчас какова картина, я не могу сказать. И основные вопросы, те, которые тогда, в 2014 году, они были, конечно, тогда более актуальны, более существенны для нашего общества, ну и для мирового сообщества. Естественно, есть эта проблема, особенно мне вторая часть этой конвенции, когда есть насилие в семье. И когда насилие в семье будет разрешаться или решаться на уровне государственных структур, конечно, это будет возымеет свою определенную такую более значимую силу. И тогда я хочу сказать, что с этой стороны я воспринимаю положительно, что Молдова подписала данную конвенцию. Стамбульская конвенция обязывает национальной власти разработать долгосрочный план борьбы с насилием против женщин. В документе подробно прописаны меры предупреждения, защиты и поддержки жертв, а также судебного преследования агрессоров, которые следует внедрить в национальное законодательство. Ну, я думаю, что у нас уже до ратификации Стамбульской конвенции уже было очень многое сделано. В том числе, все-таки, то, что в Республике Молдова начал действовать закон 45-й о предупреждении насилия в семье. И то, что он постоянно изменялся именно с учетом контекста, то есть правовой практики, которая сложилась, все-таки у нас законодательство в этом направлении очень хорошо двигалось, тенденция благоприятная. В том числе у нас законодательство, в том числе в уголовном кодексе, уже есть и в уголовном кодексе, и в кодексе правонарушениях также установлена ответственность по насилию в семье. Поэтому фактически ратификация Стамбульской конвенции, она просто-напросто придаст некоторые, скажем так, рамки, может быть, всей этой деятельности, которая уже проводилась у нас в государстве. В принципе, аспекты есть. Достаточно много информационных кампаний проводится в этом отношении. Поэтому надеюсь, что действительно наше общество будет развиваться без насилия в семье. В Гагаузской автономии этот документ вызвал много дискуссий. Местные власти представили общественности Стамбульскую конвенцию как некий документ, разрешающий однополые браки, поддержку и продвижение митингов и шествий ЛГПТ, что в Гагаузе, где еще свежо патриархальное общество, конечно же, не приветствуется. Поступило предложение по части запрета пропаганды нетрадиционных отношений, и мы включили как дополнительный вопрос. Характер этого мероприятия набирает обороты, и целые фестивали проводятся. Это все, я думаю, что то, что мы сегодня, постановление, это очередной наш протест. Кто за данное постановление с изменениями, чем поешь, прошу проголосовать. Кто против, кто сдержался или проголосил. Большинством депутатов в Народном собрании Гагаузии в мае этого года было принято постановление о запрете пропаганды нетрадиционных сообществ ЛГПТ на территории Гагаузии. Это означает, что нельзя проводить шествия, семинары, конференции на данную тему. Нельзя также говорить об этом в школах. Я несколько ознакомлен с этой конвенцией, очень много споров вызвало, знаю, что многие страны отказались подписывать. С одной стороны, подчеркиваю, конвенция была направлена на предупреждение, пресечение и борьбу с насилием в семье в отношении женщин, гендерное равенство. А с другой стороны, авторы этой конвенции пошли несколько дальше и попытались внести свое понимание в понятие семьи. У нас семья традиционно по закону это союз мужчины и женщины. Соответственно, дети у нас либо мальчики, либо девочки. Я понимаю, могут иметь место природного характера аномалии, но это редко. И тем не менее, в силу определенных обстоятельств, медицина может определить, относится это к женскому или мужскому полу. Там же вот тот самый усредненный вариант. Во всяком случае, насколько я помню, я в деталях сейчас не могу воспроизвести вам эту конвенцию, но вызвало очень много споров. И в целом, все участники этой конвенции, даже те, которые не подписали, а Турция, вы знаете, отказалась именно по этой причине, полагая о том, что положение этой конвенции в определенной степени служит правовой базой для не просто легализации, а пропаганды нетрадиционных связей. То есть, как бы узаканивает эти вещи и даже показывает, что так оно и должно быть. Молдова, кстати, является подписантом и ряд изменений национальных законодательств в этой связи было принято, в том числе и уголовный кодекс с дополненными нормами, касающийся насилия в семье. Это не только в отношении женщин, но и детей. Я не буду оценивать. Народный адвокат высказался на, народный адвокат господин Вячеслав Паньков дал оценку данного решения с учетом, скажем так, того, что согласно закону о собрании, еще закон 2008 года, фактически право проводить встречи, митинги, шествия фактически есть у всех. Естественно, что это должно быть в тех разрешенных законном рамках. Вот этот момент. Поэтому народный адвокат говорит о том, что запрещение проведения собраний без законных на то ограничений, это на сегодняшний день незаконно, прежде всего. А уже другой момент, конечно же, здесь необходимо уже и обществу учитывать сложившиеся стандарты, скажем так, в том или ином обществе. Поэтому, скажем так, что право человека есть у всех, поэтому право на равенство в том числе, это конституционное право, которое должно быть защищено. Стамбульская конвенция, принятая государствами членами Совета Европы 11 мая 2011 года, является первым международным договором, направленным против насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Она устанавливает минимальные стандарты предотвращения такого насилия и защиты от него, порядок судебного преследования и общие подходы в политике в этой сфере. Это основополагающий документ, который запрещает домашнее насилие и требует у государств, которые присоединились и сертифицировали эту конвенцию, предпринимать значительные законодательные меры для борьбы с насилием в семье. То есть, фактически, благодаря конвенции признается, что домашнее насилие – это не частный случай, это дело государства. Ну и, по крайней мере, последние случаи осуждения Молдовы в Европейском суде по правам человека именно из-за того, что Молдова не предприняла достаточных действий для предотвращения насилия, домашнего насилия, они становятся свидетелями того, что действительно такие меры необходимы. Это первый момент. Второй момент – это то, что фактически домашнее насилие должно быть криминализировано. Имеется в виду, в том числе в уголовном плане должна последовать очень серьезная ответственность за допущение домашнего насилия. То есть, конвенция установила ряд мер, в частности, по четырем аспектам, если я не ошибаюсь сейчас. Это предупреждение, это защита, это образование ряд других мер, которые должны в обязательном порядке следовать. Конкретные меры, причем, например, это горячая линия, которая должна работать постоянно и где женщина может получить необходимую помощь. Это в обязательном порядке финансирования, открытие финансирования социальных центров для оказания помощи жертвам насилия в семье. Да, конвенция, она говорит о том, что должно быть учтено именно гендерное равенство. То есть, и делает аспект именно на том, чтобы не допустить случаев насилия по отношению к женщине. На сегодняшний день из 47 стран, являющихся членами Совета Европы, лишь Азербайджан и Россия ее не подписали. А Турция вышла из нее в июле 2021 года. Стамбульская конвенция включает 81 статью с положениями, в которой государства-участники обеспечивают предотвращение и борьбу с насилием в отношении женщин и насилием в семье, защиту жертв, уголовное преследование преступников и принятие интегрированной политики. Продолжение следует...